Здравствуйте, это Брифинг. Коротко о том, что обсуждают сегодня в Америке. И с вами я, Анна Райс. Главная политическая новость четверга. Президент Трамп рассказал, кого назначат на пост министра национальной безопасности. Эта должность оставалась вакантной с тех пор, как Джон Келли стал главой президентской администрации. В Белом доме перемены. В среду вечером стало известно, что президент Трамп выдвинул на пост министра национальной безопасности США Кирстен Нильсон. В администрацию президента Нильсон пришла вместе с Джоном Келли, который раньше занимал пост главы Министерства национальной безопасности, в то время как Нильсон была его заместителем. Ранее она работала в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джорджи Буша-младшем. Кроме того, во время публичного выступления Дональда Трампа в Гаррисберге, штат Пенсильвания, президент США признал со своим сторонником, что крайне доволен жизнью в Белом доме. Я прекрасно жил до президентства, но знаете, что я вам скажу? Сейчас я живу еще лучше, при этом помогаю огромному числу людей. Президент особо уточнил, что его новая налоговая реформа поможет представителям среднего класса. Ко мне подходило так много людей, и все они говорили, помогите среднему классу, помогите тем, кто действительно в этом нуждается, помогите тем, кто хочет работать. Однако никаких новых деталей налоговой реформы президент не предоставил. Пока лишь известно, что налоги большинства американцев будут сокращены. Среди них окажутся и одни из самых богатых представителей нации. И запомните мои слова. Вам придется заполнить одну единственную страницу. Компании, которые помогают гражданам правильно заполнять бумаги, будут сильно недовольны Дональдом Трампом. Президент также отметил, что его налоговая реформа будет означать экономию примерно на 4000 долларов для среднестатистической американской семьи. Однако главный советник президента по экономическим делам заявил, что не может гарантировать, что никакому проценту американских семей среднего класса не придется платить больше налогов, чем раньше. Также в среду вечером президент встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Темой встречи стало обсуждение пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле нафта. При этом Трамп отметил, что при условии отсутствия договоренности о новых условиях нафта, США просто выйдут из соглашения. Нашел президент время и на то, чтобы продолжить словесную войну со СМИ. В среду вечером на своей странице в Твиттере Трамп пригрозил целому ряду каналов, что отберет у них лицензию навещания. Кабельные новостные каналы стали слишком пристрастны. Они перевирают факты и врут в эфире. Думаю, продление им лицензии стоит поставить под сомнение. А возможно, что лицензию вообще стоит отобрать. Это нечестно по отношению к зрителям. Подобное заявление последовало за высказыванием президента о том, что журналистам вообще не стоит верить. Отвратительно, что СМИ могут писать всё, что хотят. Этим вопросом стоит заняться. На полках ювелирных магазинов всё чаще стали появляться выращенные в лаборатории бриллианты. Такие камни дешевле природных. И, по словам учёных, мало чем от них отличаются. Это настоящий бриллиант. По крайней мере, представители индустрии, занимающиеся выращиванием этих драгоценных камней в лабораторных условиях, хотят, чтобы потребители думали именно так. Состав таких бриллиантов ничем не отличается от состава природных камней. Это настоящий бриллиант. Мы всего лишь повторили природный процесс в лаборатории. Пока индустрия лабораторных бриллиантов не так велика, но она уверенно растёт. И на неё стал обращать внимание многомиллиардный рынок драгоценных камней. Лабораторные бриллианты действительно выращены в лаборатории на основе чистого углерода. Процесс симулирует образование природных камней. Правда, в лаборатории он происходит заметно быстрее, на несколько тысяч лет. В лаборатории, которая находится в Сингапуре, сотрудники отбирают алмазный кристалл. Потом десятки таких кристаллов помещают в особый алмазный парник. Далее с помощью сложного химического процесса внутри парника образуется плазменный шар, состоящий из водорода. Позже к нему добавляют метан, источник углерода. Углерод попадает на алмазный кристалл. Так получается неограненный алмаз, который потом ограняют и шлифуют. Весь процесс занимает 10-12 недель. По словам ГУД, лабораторные алмазы дают потребителям выбор. А более молодые покупатели отдают предпочтение таким драгоценным камням, потому что они экологичны. Наши основные покупатели – поколение нулевых. Когда они обручаются или ищут подарки близким, они отдают предпочтение выращенным в лаборатории алмазам. Им нравится, что процесс их выращивания не вредил окружающей среде. Нравится, что они растут в парнике. При этом меньше страдает земля и меньше загрязняется воздух. В среднем лабораторные бриллианты стоят на 30-40% дешевле, чем природные, обладающие тем же весом, огранкой и цветом. Специалист по драгоценным камням Дэвид Вайнштейн, возглавляющий Международный гемологический институт в Нью-Йорке, утверждает, что единственная разница между природными и лабораторными камнями – это их происхождение. А разницу можно увидеть только с помощью высокомощного микроскопа. Кроме того, по словам Вайнштейна, о происхождении бриллианта могут рассказать и вкрапления в камне. «Вот у меня алмаз. Я начинаю его разглядывать и вижу в нём кристалл зелёного хризолита. Так я сразу понимаю, что он не был выращен в лаборатории. Так что вкрапления могут много рассказать о происхождении камня. Этим мы и занимаемся». Чтобы не путать лабораторные камни с природными, в лаборатории обязаны ставить на бриллианте особую надпись «Лазером». «Края сердитые, сидим небритые, сидим в палатке, грязный и сырой». Эта песня Владимира Высоцкого не про кемпинг в США. Как же американцы ночуют на природе? Кемпинг очень любим американцами. «Мы объездили всё восточное побережье. Это гораздо более весёлый способ путешествовать, чем устанавливаться в гостиницах и в отелях». «Мы занимаемся кемпингом, дайте подумать, да всю жизнь, наверное. А сюда мы с семьёй приезжаем уже лет 30 или даже 40». Национальный парк Хенлоупен в штате Делавэр – особое место. Когда-то здесь была военная база, а теперь тут своего рода музей под открытым небом. А ещё здесь вам встретятся редкие виды животных и рыб, ведь этот кемпинг прямо на берегу Атлантического океана. «Наш парк по-своему уникален. У нас тут есть лес, болото, пляж. Он растянулся на целых три мили». «Здесь есть даже смотровые вышки. Поднимитесь, и вы увидите всё вокруг». Кемпинг Хенлоупене благоустроен. В Америке это далеко не редкость. Практически в каждом кемпинге в США вы, например, сможете принять душ. Более того, здесь можно даже постирать одежду. В прачечной самообслуживании. Любители кемпинга чаще всего приезжают на выходные. Однако многие живут здесь всю неделю. «У каждого кемпера есть своё парковочное место и место для костран, а также стол, подключение к электричеству и кран с питьевой водой». «Да, мы на кемпинге, но всё равно пользуемся телефонами и другими приборами. Даже наш фонарь работает на USB. Ночуют здесь не только в палатках. Многие хотят провести время на природе, но при этом не спать на земле». Ну а любители комфорта могут снять коттедж. Такие коттеджи есть почти в каждом кемпинге. В каждом домике есть спальная, гостиная, кухня и терраса. «Это так здорово! Мы на природе, но здесь есть все удобства, кроме телевизора. Телевизора нет. Это к лучшему». «Ещё о комфорте». Часто на территории кемпингов есть магазин, где можно купить всё необходимое. «Дрова, вода, холодная газировка, минеральная вода – всё, что можно представить себе на завтрак. Хлопья, блинная мука, сироп, яйца, бекон и сыр». Но палатками и коттеджами кемпинг не ограничивается. «Каждый год миллионы американцев путешествуют по всей стране и занимаются кемпингом. Вот таких вот домах на колёсах». Жилые автоприцепы самых разных типов называют RV – Recreational Vehicle или транспорт для отдыха. «С таким трейлером вы свободны, как птица. Вы можете ехать, куда хотите, и везде вы будете, как у себя дома». Хэйн Лоупен, Джефф, Уильям с женой приехали, чтобы встретиться со старыми друзьями. Джейни здесь тоже с компанией. Она купила свой жилой автоприцеп меньше месяца назад. «Вся эта верхняя часть вот так вот складывается автоматически. Это просто какая-то фантастика». В автоприцепах есть одно или несколько спальных мест – душ, туалет и полностью оборудованная кухня с холодильником и плитой, которая на кемпинге работает от электричества, а в дороге – от баллона с пропадом. Любители отдыха на природе спят на земле в палатке-минутке или практикуют кемпинг с комфортом глэмпинг. Они жарят на костре и газовых плитках хот-доги и фасоли из банки или на тех же плитках готовят деликатесы. «У нас есть стейки». На вечер. Они путешествуют по-разному, но все рады, что отправились в путь. «Вначале у нас была военная палатка времен Второй мировой. Потом купили новую палатку из брезента. Потом у нас был автомобиль, фургон. Я сам его привел в жилое состояние. Потом купил фургон поприличнее. А теперь у нас маленький живой автоприцеп. Впереди новое приключение». В Лос-Анджелесе в рамках недели моды прошел показ «Собачьей моды». Цель – привлечь внимание к спасению брошенных животных и регуляции численности уличных собак. Дизайнер и, по собственному признанию, кутюрье домашних животных по имени Энтони Рубио представил в одном из отелей Лос-Анджелеса свою новую коллекцию «Весна-лето». Показ одежды и аксессуаров для собак состоялся в рамках недели моды Лос-Анджелеса. Целью показа, по уверениям Рубио, было привлечение внимания к проблеме брошенных животных и питомцев, вынужденных жить в приютах, а также к вопросу регуляции численности уличных собак. Более того, среди моделей на показе мод было много собак, которые сейчас живут в приютах и надеются встретить на мероприятии будущих хозяев. По словам Рубио, в его мире люди – лишь аксессуары для собак. Он добавил, что собаки – это полноценные члены любой семьи, поэтому желание одеть своего питомца красиво и модно не должно восприниматься как что-то странное или из ряда вон выходящее. Пес по имени Норберт, за жизнью и приключениями которого следят в Фейсбуке более миллиона человек, а в Инстаграме более 550 тысяч фанатов, открыл показ мод, идя бок обок со своим хозяином-модельером. На красной ковровой дорожке также была замечена звезда реалити-шоу «Молодая мама» вместе с дочкой Софией. Вместе с ними похвастались модной одеждой и их собаки. Это не первый собачий показ Рубио. Он уже демонстрировал свою коллекцию для четвероногих на неделе моды, которая прошла в сентябре в Нью-Йорке. Еще один шаг к глобальному потеплению. Ученые выяснили, что выброс углерода из почвы может привести к повышению мировых температур. Согласно результатам нового исследования, которое опубликовано в научном журнале Science, чем сильнее нагрета почва, тем больше из нее в атмосферу поступает углерода. Больше четверти века назад, в 1991 году, ученые поместили нагревательные приборы на глубине 10 сантиметров в лесу на территории Гарвардского университета. После этого они искусственно нагревали территорию на протяжении 26 лет. В результате ученые обнаружили, что из подогретой почвы в атмосферу поступило на 17% больше углерода, чем из неподогретой. Исследователи пришли к неутешительному выводу. Если теплая почва производит больше углеродных выбросов по всему миру, значит, глобальное потепление скоро может выйти из-под контроля. И на этом у нас сегодня все. До встречи на брифинге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok